Продолжим обсуждение этой темы с Леонидом Калашниковым, председателем комитета Госдумы по делам СНГ. Леонид Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Москву, судя по визиту Владислава Суркова, ситуация в Сухуми не на шутку возволновала. Сейчас есть понимание, кого Кремль хочет видеть в руководстве Абхазии? Да вы знаете, если уж честно говорить, любая группа влияния, любая элитная группа, которая борется сегодня за власть, она все равно пророссийская. Пророссийская в полном смысле этого слова. Вот много и часто говорят якобы об оккупации, особенно наши недруги. Вот посмотрите на оккупацию. Вот вам оккупация в действии, когда действительно народ меняет своего президента, в том числе и не вполне демократическими методами. Но тем не менее приходится с этим считаться. И это еще раз свидетельствует о том, что Россия участвует действительно, вот как Шамба сказал, в качестве переговорщика, в качестве посредника. Но это мы делаем из Сирии, например. Так что здесь люди, на самом деле, борются за власть. Ведь не просто там только элитные группировки, но и люди, стоящие за ними. И все устраивает в этой жизни. Кажется, смени власть, и завтра все будет лучше. Но вот уже на моей памяти там ни один президент сменился. Есть вопросы, на которые нет ответа. В том числе такая природа, которую мало где в мире увидишь, но она требует инвестиций. А для инвестиций нужно менять законы. А законы не очень-то хотелось бы сегодня принимать, особенно в отношении недвижимости, земли и так далее. Поэтому людям плохо, потому что они же видят благословенный край, но в санатории не работают в полную меру. И кого винить здесь? Конечно, в первую очередь власть. В данной ситуации, мне кажется, вот вы спросили Шамбу, что там Сурков с Нургалеевым. Мне кажется, они же не сами, конечно, поехали. Конечно, президент отправил. Не отвечает за регион. Президент, естественно, озабочен этой ситуацией. Конечно, отправил поучаствовать, посоветовать, зная кавказский крутой нрав. И главная задача, наверное, была погасить протестное настроение, правильно? Ну, тогда учесть, по крайней мере, призвать к учету, а не к тому, чтобы пытаться решить это каким-то другим, например, силовым способом. По крайней мере, выразумить кого-то, если у кого-то какие-то такие мысли могли быть. Потому что народ горячий, и эта горячка могла привести к какой-то крови. А если бы кровь проливается, как вы знаете, на какой-то... Этот регион показывал неоднократно, что значит пролитая кровь, и что значит начать проливать кровь, к сожалению. Вот есть мнение, и его, например, высказывает политолог Андрей Сузлицев, что нынешняя повышенная турбулентность в республике связана с борьбой за российскую финансовую поддержку. За каналы, за потоки. Так ли это, как вам видится, и вообще что стоит за попыткой госпереворота, как сказал президент Аджинба? Это упрощенный подход, конечно же. Россия, когда оказывает помощь, мы видим, куда идет эта помощь на самом деле. Ну, где-то кому-то, может быть, к рукам и прилипает. Я не залазил там в карманы и не смотрел под лупой, но знаю, что Минфин за этим наш в том числе, когда оказывает такую помощь, внимательно следит. Это не значит, там, дыру какую-то отдали. Эти времена давно, 90-х годов прошли уже. Это раз. Второе, еще раз скажу, мое глубокое убеждение, люди не за доступ к деньгам борются. Ну, понятно, любая политическая сила или элита, или группа влияния, которая борется за власть, она, конечно, власть получает, в том числе и распределение средств. Весь вопрос в том, что в Абхазии это же не первый раз, когда меняется власть, и, между прочим, эта турбулентность, как вы выразились, она не первая, и даже не второй уже на новой, в новой своей независимой республике происходит эта смена власти, в том числе и с выходом людей на улице. Поэтому я думаю, что недовольство, конечно, жизнью своей... Да, ну, там явные экономические проблемы, естественно. Мы все знаем о том, как, в принципе, живет этот регион. Попозвольте, пожалуйста... Хорошо, я там был, и не раз мне тут нечего скрывать, меня за это в этом смысле и грузины не пускают к себе. Но в данной ситуации, должен сказать, что это основная причина. И эта причина кроется, прежде всего, в самой республике. Не в России, и даже не в каких-то других регионах, а прежде всего в Абхазии. Как вы думаете, если бы в Сухуми не произошло вот этого штурма администрации накануне заседания по делу выборов, процесс закончился бы так же или иначе? Иными словами, вот эти протесты, они повлияли на решение суда? Ускорили как-то, да. Любые протесты, тем более массовые протесты, они так или иначе влияют, в том числе и на решение властных структур. Особенно, если это происходит в такой маленькой республике, как Абхазия, где друг друга все знают. И, конечно, прекрасно понимали, что не обошлось и без фальсификации. Наверняка, если это было, то наверняка об этом знали и в том числе и судейский корпус. И разные другие элиты. Это очень небольшое общество, которое чихнул в одном конце Абхазии, знает уже в другом. Поэтому, конечно же, все это было на виду. И думаю, что в любом случае решение было бы принято. Как оно было бы принято и через какие там волнения, либо же это зашло бы дальше, мне трудно судить. Но хорошо, что закончилось. Леонид Иванович, спасибо вам большое. Спасибо большое. Это был Леонид Калашников, представитель комитета Госдумы по делам СНГ. Ну и мы обсуждали отставку президента Хаджинбы и предстоящие выборы в Абхазии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...